Вся страна живет тем, что происходит в Сочи. Главное мировое спортивное событие поддержали и в детском саду Антошка. За олимпийскими стартами юных спортсменов наблюдала Наталья Лопатина. Подготовка к Олимпиаде в Антошке началась еще полгода назад с момента открытия дошкольного учреждения. Тому свидетельствует установленный в фойе детского сада стенд с фотографиями, на которых ребятня демонстрируют свое увлечение спортом. Как оказалось, хороший пример дошколятам подают их воспитатели. Команда сотрудников наша приняла 1 октября участие в спортивном лонг-мобе в Сочи 2014. Все сотрудники любого возраста с флагами бегали вокруг детского сада. Потом мы подсчитывали дистанцию и отправляли в оргкомитет в Сочи. Нам прислали оттуда сертификат, что наша команда заявлена как участник этого спортивного лонг-моба. Эмблема нашего детского сада будет в дальнейшем размещена в музее Олимпиады в городе Сочи. Эта новость стала еще одним поводом для проведения своей собственной мини-олимпиады. Накал олимпийского движения настал, когда команда «Верные друзья» и команда «Дружба» вышли на старт. Но прежде капитаны произнесли девизы своих сборных. Мы команда хоть куда в спорте, все мы мастера. Будем бегать, мяч гонять, за победу воевать. В команде «Верные друзья» и «Скульт»! Привет! Девиз наш «Дружба» и «Успех» мы победим сегодня всех! В команде «Дружба» и «Скульт»! Привет! Зажечь хоть и символичный олимпийский огонь – миссия почетная. Поэтому доверили ее не кому-нибудь, а талисманам зимней Олимпиады – пятнистому леопарду, белому медведю и пушистому зайке. Спортивное лесное братье обратилось к болельщикам и спортсменам с призывом. Я и лов, и селед, в городах Кавказа я живу, ведь не всегда я помогу, ведь я спасатель-альпинист и спортсмен-сноубордист. Много плаваю я и ныряю, на трех метрах порой растаю. Я на лыжах и санках катаюсь, среди льдинокерлингом занимаюсь. Давайте же вместе тренироваться, чтобы здоровье и сил набираться! Как оказалось, никаких особых навыков для участия в Мини-Олимпиаде не требуется. Просто нужно быть внимательными, ловкими и быстрыми. Несмотря на то, что праздник проходил в актовом зале детского сада, предложенные эстафетой очень напоминали дисциплины зимних олимпийских игр. Хоккей, лыжные гонки, биатлон, херлинг – все это стало возможным благодаря фантазии и находчивости воспитателей. Упорную борьбу, позитивный настрой и горячее стремление к победе демонстрировали обе соревнующиеся команды. Но победителям, как и положено в таких случаях, стала дружба. Беспристрастные судьи, среди которых была и заведующая детским садом Елена Абрамова, вручили всем участникам Малых Олимпийских игр золотые медали. Мы с вами живем в историческое время Олимпиады Сочи-2014. Когда вы вырастите, вы своим детям, внукам будете рассказывать, что вы жили в то время, когда проходила Олимпиада в нашей стране. И вы сегодня являетесь ее участниками. Как известно, все великое начинается с малого. Благодаря таким мини-олимпиадам закаляются юные таланты большого спорта. Кто знает, может и из этих начинающих спортсменов вырастут настоящие олимпийские чемпионы. Наталья Лопатина, Алексей Бойко, Александр Михайлов, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.